Привет, друзья! Каждому по приветику из прекрасного Петербурга. Подпишитесь. Вы на канале Санкт-Петербург с Еленой Жемчуговой. Мы говорим о переезде в Петербург, о работе, о вакансиях, о недвижимости, о районах города, о городах Ленинградской области, о климате, о погоде, о том, как здесь устроиться, обо всем, обо всем. Итак, я отвечаю сегодня на вопрос своей постоянной зрительницы. Оленька, привет! О работе. Оля спрашивает, действительно ли менеджер может заработать ту зарплату, которую указывает работодатель. Если говорить о менеджерах, они бывают разные. Оля, вы не указали, в какой области менеджеры, какие объявления вы видели. Менеджеры – это огромная армия сотрудников, скажем так. И на каждом, в каждой организации менеджер зарабатывает по-разному. Допустим, если вы менеджер по строительству, менеджер по объектам, вы получаете окладную часть, допустим, 20 тысяч и 25, плюс определенный процент с этого объекта. И, соответственно, если дом стоит дорого, то менеджер может хорошо, хороший процент получить, хорошая сумма получится. Но потом, дальше, например, нет заказов. Это же менеджер должен найти еще эти заказы, должен согласовать это с покупателем, довести заказ до продажи, до покупки или до того момента, что закажет услугу менеджер. Понимаете, разные менеджеры. И поэтому, например, со строительства можно и хорошо заработать в один месяц. А можно и просидеть, и вообще ничего не заработать, потому что сколько заказов, столько ты и заработал. Дальше другие менеджеры. Менеджеры практически сейчас в каждой организации. У нас знакомый менеджер, он сейчас работает, тоже по стройке, но совершенно там другая организация. Он ищет людей, он ищет бригады. Из каждого объекта он тоже получает процент. Сейчас он только начинает, у него окладная часть, 20-25. Вот на окладную часть вы можете рассчитывать 20-25. А дальше, как правило, идут проценты. Есть менеджеры, которые, менеджеры в магазинах, которые зарабатывают 30-35. Поэтому от 25 и до 50, до 60 вы можете заработать. Это все зависит, насколько ваша организация готова платить и чем она занимается. Чем более дороже услуга, которую предоставляет организация, тем больше могут заработать в ней все работники этой организации, в том числе и менеджеры. Вот так я отвечу на этот вопрос. По менеджерам, друзья мои. Менеджеров много. Вы читаете, вы созваниваетесь с работодателями, все уточните. Как правило, на первом этапе будет испытательный срок, месяц. Тем более, Оленька, вы пишете там с обучением. Скорее всего, это будет 20-25, первый месяц. А потом, как пойдет, насколько вы сможете именно в этой сфере работать, как менеджер. Дальше, продавцы, друзья мои. Продавцы тоже. Магазины есть разные. Иногда вы можете попасть в десяточку и получать 50-60. Я о таких работах тоже рассказывала. Иногда вы можете получать 20-25-35. Вот так в этом режиме продавцы получают. Самые распространенные зарплаты, это, конечно же, 25-35. Вот так возьму. 45, вот в этих, в этом районе. Поэтому о работе, вы понимаете, назвать конкретные адреса, конкретные организации сложно. Потому что какой у вас опыт, что вы умеете делать, вы лично должны пройти этот путь. Как бы это ни звучало странно, но вы должны сами пройти свой путь. И не бойтесь пробовать. Не бойтесь. Вы писали объявления себе, которые вам понравились, телефоны. Созвонились, назначили встречи, пошли на собеседование. Для себя все поняли и решили. Вы можете запросто отказаться. Может, вам не подойдут те условия. Может, вам уже условия не подойдут на уровне собеседования. Или на уровне телефонного звонка. Или вы по какой-то причине не подойдете от организации. Все это вычеркнули, вычеркнули, вычеркнули. Идем дальше. То есть, вы запланировали искать работу. Не обращайте внимания. Удачный звонок, неудачный звонок. Нужны там люди или уже вы опоздали со своим предложением. Просто вы поэтапно, шаг за шагом, шаг за шагом идете и ищете работу. У меня практически, когда я настраиваюсь так, понимаю, все, я готова. Во-первых, надо морально, конечно, созреть. Если вы будете сегодня один раз куда-то позвонил, не знаю, потом два дня пропустила, потом, может, еще какое-то объявление. Знаете, так расслабленно. Сложнее будет найти, естественно. А если вы подойдете с целью определенной, что вот все, в ближайшие дни я должна определиться. Открываешь объявление, выбираешь, созваниваешься, назначаешь собеседование и вперед. Обязательно вы что-нибудь найдете. Параллельно, естественно, можно разместить все свои резюме на сайтах. Выбрать. Можно выбрать разные специальности, можно выбрать ту специальность, которую вы хотите. Пожалуйста. И работодатели присылают тоже вам предложения. У меня тоже такие варианты были. Но, как правило, я выбирала те варианты, которые сама находила. Сама. Вот как-то у меня так получалось. Приглашаю. Даже смешно, что приглашают. И Почта России приглашает. Хотя ты вообще там вообще даже не указывала, что ты готов там работать. Да, допустим. Разные организации. И такси постоянно приглашают. И риелторы постоянно приглашают. Много организаций приглашают. Тут нужно выбрать, что вам подходит. Даже вот насчет риелторов. Недавно мы говорили. У меня тоже был вопрос. Мне нравится. Нравится эта ниша в Петербурге. Почему? Потому что она востребована. По большому счету все. Кто-то арендует жилье. Кто-то продает. Кто-то покупает. Кто-то приезжает в город. Кто-то уезжает. Кто-то просто хочет продать недвижимость. Или купить недвижимость. Очень огромная ниша. И если вы... У вас есть какой-то определенный опыт. Или вы готовы начать с нуля. Что в Петербурге вполне реально. Тоже интересно. Можно войти. Я уже писала в комментариях. Меня спрашивали. В комментариях отвечала. Что можно войти как сотрудник в любое агентство недвижимости, которое вам понравится. Я бы выбирала какое-то известное агентство, которое уже много лет на рынке Петербурга. Начать там обучение. Или если у вас опыт, просто стать сотрудником этого агентства. Узнать город. Узнать районы. Узнать цены на недвижимость. Узнать какая недвижимость здесь есть. Потому что здесь много категорий недвижимости в Петербурге. Все это изучить досконально. Пожалуйста. Конечно, первый месяц, второй, возможно, особых заработков не будет. У нас тоже был знакомый, который занялся всем этим с нуля. И он говорит, месяца три-четыре вообще уставал, носился, бегал, что-то пробовал. Не как... Ну, слабенько. Слабенькая зарплата была. Слабенько. Потом уже практически решил это все бросить, как это бывает. И тут начались звонки, тут появились клиенты, тут появились какие-то заказы. И он начал очень хорошо зарабатывать. Очень хорошо. Больше ста тысяч в месяц. Но до этого нужно дойти, ребят. Потому что в риелторской... Почему я вот тоже задумалась о риелторстве? Ну, там нет быстрых денег. Это все говорят. То есть первый, второй, третий месяц вы можете вообще без денег просидеть. Если у вас есть запас ваших денег или времени, или возможности именно на то, чтобы вникнуть в эту профессию, в эту специальность, в эту нишу, то, пожалуйста, мне кажется, риелторство тоже интересный заработок. Ну, а если вам нужны сразу деньги, то это другие специальности. Это у нас, конечно, продажники все, это менеджеры, это продавцы, это консультанты. Вот эта ниша тоже, пожалуйста, полно. Зарплаты разные. Смотрим в эту сторону. Мы приезжаем. Вы знаете, я сейчас смотрю на себя 4 года назад со своим опытом. Опыт большой. Два высших образования. Плюс сколько практической работы. Много в разных организациях. Причем не только как продавец, а и различные административные работы. И все равно ты приезжаешь в Петербург, и тебя открывает столько нового. Оказывается, тут совершенно другой подход может быть ко всему. Ко всем продажам. Вроде бы, что такое продавец? Самое простое, да? Я у себя в городе, допустим, вы подумайте, я у себя в городе тоже нормально продавала. И сидела в магазине, работала в магазине. Ну, была маленькая зарплата. Что здесь такого? Здесь вы приезжаете, и если вы попадаете в организацию, скажем так, в крутую организацию, где хорошие заработки, где большой оборот, где вы можете и сами хорошо заработать, совершенно другой подход к продажам. Я сейчас просто вспоминаю, как мы в Калининграде. Вот мы тоже работали, тоже получали зарплату. И, в общем-то, от нас, нас ничему дополнительному не обучали. Здесь у меня прошла огромная школа продажника. И поэтому, почему я говорю, вы должны пройти свой путь. Вы приходите с определенным опытом своим в любую организацию, вы все равно учитесь заново, вы все равно присматриваетесь, как тут работают. Возможно, у вас даже пройдет обучение. То есть, мы приходим наивные, вот серьезно вам скажу, мы приходим с открытым сердцем, с открытыми глазами. Вот сейчас я тут, что там, я все умею, сейчас раз, два, три, и все будет прекрасно. И замечательно, если вы идете с таким настроем. Ну, вы должны учитывать, что от вас будут, вам предъявят, возможно, совершенно другие требования, совершенно другой подход. Понимаете? И морально нужно быть готовым к этому. Вы должны быть готовы, открыты к обучению, к изменению своего мышления. Все важно, все важно, когда вы приходите на новое место работы. Новый коллектив, новые к вам требования, новый директор, который совершенно требует в каждой организации все по-разному, совершенно по-разному. Столько открытий у меня было здесь и еще продолжается в Петербурге. Даже не ожидаешь этого, несмотря на то, что у нас у всех есть свой опыт. Учеба, опыт работы, образование, все у нас есть. И даже не сравнить вот эти города наши, ребят, допустим, наш Калининград, я уверена, даже наши Липецк, Воронеж, неважно сколько населения там в городе, маленький, большой город, не сравнить с условиями в Петербурге. Они будут все равно для вас другими. И вам придется, придется привыкать, подстраиваться, вникать. Главное, все это с оптимизмом, с желанием. В общем-то, если вам не понравится, вы всегда можете уйти, всегда иметь в голове, знаете, такую оптимистичную нотку, что если что-то не получится или если мне не понравится, я всегда смогу уйти и найду себе другую работу. Вот эта уверенность у вас должна быть. Вы приходите, пробуйте, стремитесь, получается прекрасно, растем дальше. Не получается в этой организации, уходим и находим себе место в другом, в другой организации. Это огромный город, огромный город, как страна. У нас сколько миллионов? Восемь миллионов в Петербурге. Ну так, статистика примерная. Некоторые страны меньше. Вы понимаете, какой это большой город? Некоторые страны меньше. Петербург такое количество населения. Неужели вы не найдете в таком городе, как Петербург, целая страна, для себя местечко, для себя работы, для себя нужной работы? Еще подход к работе, я бы вам советовала все-таки сразу идти туда, что вам нравится. Все равно на это обратите внимание. Не лишь бы куда, лишь бы куда, понятно, на первое время или если у вас край нет денег или срочно-срочно надо куда-то устроиться, можно устроиться на первое время, чтобы поработать, чтобы заработать денег и осмотреться. Тоже с этим соглашусь. Но все-таки выбирайте ту нишу, которая вам приятна, которую вы хотите изучать. И тогда вам легче будет, гораздо легче. Вы пойдете, пойдете вперед, вам все будет интересно. Желаю вам удачи. В общем, я так рассказала, основные моменты вам. Пишите ваши вопросы. У меня вообще на тему работы много мыслей. Пишите ваши вопросы. Но самое прикольное, что когда вы начнете, сами пойдете по этому пути, вы лучше поймете даже то, о чем сейчас я вам говорю. Вам нужно пройти этот путь. Главное его не бояться. Идите на собеседование, разговаривайте. Кстати, в следующем видео я запишу, как проходит собеседование в Петербурге. На разных собеседованиях я была, и все они проходят по-разному. Возможно, вам это тоже пригодится. Все, дорогончики мои, желаю вам найти свою работу, любимую работу, хорошую, с хорошей зарплатой. Ставьте лайкусики. Жду ваших комментариев. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok